Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Толкуем писание, читаем писание с порталом экзегет.ру. Тема нашего сегодняшнего разговора – это книга пророка Амоса, глава 2. Мы знаем уже с вами о том, что первая часть этой книги, она посвящена тому, что Бог вызывает на суд разные окружающие Израиль и Иудею народы. Во главе 1 мы видели то, что Бог бросает обвинения, выдвигает обвинения окружающим народам, таким как Дамаск, города филистимские, Тир, то есть финикийцы и Эдом. В главе 2, помимо этих стран, выступают как объекты божьего суда, божьего осуждения другие регионы. Это, во-первых, регион, который называется Муав, и, наконец, что самое удивительное и необычное. Наряду с этими странами, этими народами, на суд вызываются и Израиль, и Иудеи. Потому что и эти страны тоже имеют в себе что-то, что вызывает у Бога сожаление, грусть, отчаяние и горечь. И в этом моменте, моменте очень важном, мы находим одно из самых важных достоинств всего Ветхого Завета. Каким бы ни было это писание евреоцентричным, что ли, порождением, так это и было, порождением еврейского народа, его таланта, его чаяний, его переживаний, успехов и поражений, но в конечном итоге Библия не является фольклором одного народа. Библия Ветхого Завета, еврейская Библия, не является источником, рассказывающим нам о национальном Боге, Боге одного народа. Подтверждением этого тезиса, тезиса хорошего и приятного является содержимое второй главы книги пророка Амоса, где наряду с окружающими народами, с язычниками, объектом Божьего суда, оказывается и сам Израиль. Но, впрочем, начинается глава вторая с рассуждения о поведении, о жизни такого региона, как Моав. Мы знаем, что, как и Эдом, Моав – это есть народ, который считался родственным по отношению к евреям, потому что потомки того самого Лота, который, помните, пережил бедствие в Содоме и Гаморе, чья жена превратилась в столб из соли, вот потомки этого Лота и составили, и произвели народ, о котором сейчас пойдет речь. Итак, читаем стих первый. Ну вот тут описывается какой-то нам неизвестный эпизод, написано, что они сожгли дотла кости Эдомского царя. Что тут имеется в виду, мы тоже не знаем, до конца нам это неизвестно. Но, возможно, как комментаторы нам подсказывают, имеется в виду какое-то для Библии недопустимое неуважение к останкам человека, неуважение к его праху, ибо прах каждого человека, и еврея, и нееврея, заслуживает почтительного отношения. И вот какие-то, возможно, страсти, бушующие между Эдомом и Муавом, приводят к тому, что кости царя Эдома, они, видимо, были выкопаны, как-то над ними какое-то бесчестие было совершено, и, наряду с прочими вещами, они были сожжены. И вот это является достаточным основанием для Бога, чтобы объявить Муаву грядущий наступающий суд. На этом заканчивается раздел, связанный с проклятием народом или словом, обращенным к народам, которым начинается книга пророка Амоса, и мы закончим этот блок таким рассуждением. Но вот есть, мы знаем, что есть такая идея, что у Бога Израиля есть свой завет, какой-то договор, или какая-то есть основа этическая, моральная этого договора. Так вот, как получается из этих стихов, какой-то род договора, какого-то соглашения или даже завета есть у Бога с каждым народом. Есть условия, при которых Бог оказывает заботу, опеку, защищает тот или иной, того или иного, тот или иной народ. Когда же эти условия соглашения оказываются нарушенными, тогда Бог говорит, я не могу тебя больше защищать. Ты, к сожалению, великому горе будешь завоеван. Но мы начинаем новый подраздел этого большого блока, который связан с тем, что Бог выдвигает обвинения и против своего народа. Начинается это с юга, с южного царства. Стих 4. Так говорит Господь. У иудеи преступление за преступлением. Три преступления, четыре. И мое решение твердое. За то, что они отвергли закон Господа, установление его не соблюдали, их сбили с пути ложные боги, за которыми пошли их отцы, я предам огню иудею, спалю крепости Иерусалима. Ну вот указано основание для осуждения. Нарушение условий завета. Неблагодарность, неумение сохранить эти важные положения в своем сердце, положения, связанные с законом, с заветом, с заповедями божьими. И за все это ждет наказание, а именно завоевание и падение южного царства. Указано здесь, что их сбили с пути ложные боги. Вот идолопоклонство, какой-то дурной экуменизм, так можно сказать, дурной синкретизм, попытка смешать разные практики, связанные именно с именем бога Израилева и с именами других богов. Все это называется амосом очень просто. Их сбили с пути ложные боги. Они заблудились. Ложные боги оказались плохими проводниками, плохими вожатыми. Они завели бедную иудею в болото, в пустыню. Сделали ее объектом божьего наказания. И вот этим стихом пятым заканчивается сюжет, связанный с иудеей. Потому что не иудея, а гораздо более развитое, успешное северное царство интересует амос. Начинается большой раздел, связанный с тем, что бог выдвигает обвинения против дорогого, для бога, безусловно, дорогого Израиля. Читаем стих шестой. «Так говорит Господь, у Израиля преступление за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердое. Ведь они продавали невинного за серебро, бедняка за пару сандалей». И в этом стихе шестом, колыбов второй книги пророка Амоса, проявляется специфика этого автора. У каждого пророка при всем их подобии, да, при всем, при всей общности рассматриваемых сюжетов и тем, этих сюжетов не очень много, и количество тем ограничено, мы находим своеобразие каждого из пророков именно в этих деталях. И вот своеобразие Амоса в том, что ему важна, для него очень является примечательной, важной, определяющей именно социальная тематика. И вот об этом социальном подтексте того, что бог предъявляет Израилю, как обвинение, и мы сейчас, и потом много раз об этом будем говорить. Итак, что же, в чем же грех Израиля? А точнее, конечно же, это имеется в виду обличение элит общества, тех немногих, у которых есть многое, тех единиц, у которых есть все. И вот эти элиты занимаются ужасным делом. Продают невинного за серебро и бедняка за пару сандалей. Ну, конечно же, имеется в виду, ну и просто торговля рабами, хотя, впрочем, еврей не мог быть рабом. Такие были положения правила закона Моисеева, хотя, впрочем, возможно, и они были тут нарушены, и евреи были объектами торговли, мены и так далее. Но тут, возможно, имеется в виду долговое рабство, когда за какое-то серебро, которое еврей задолжал, вот его лишают свободы. И бедняк, который виновен в том, что он, может быть, не выплатил небольшую сумму, которая равняется стоимости сандалий, то есть маленькая сумма, он тоже обрекается на несвободу, на рабство. Так поступать нельзя, возвещает элитам Израиля, и, замечу, элитам всех времен и всех народов, пророк Амос, и через него сам бог Израилев. В пыль и грязь втаптывают головы нищих. Очень яркий, очень сильный образ. Значит, видимо, указывается на то, что какое-то есть преклонение, почтение бедняков по отношению к своим старейшинам, каким-то владыкам, князьям, богачам. И вот эта вот сильная, самоуверенная нога богача, она втаптывает в прах голову бедняка. Ну, конечно же, закон Моисеев не может это принять как нормативное и дозволенное, потому что главная цель всего корпуса постановлений, ветхозаветных корпуса Моисеева предписаний, создание здорового, мирного общества равных, равных людей, равных израильтян. Что еще? Обездоленным путь преграждают. То есть, мало того, что не помогают найти правильный путь, вывести на устойчивую, надежную дорогу, надежный тракт, да еще и мешают этим людям обрести путь к спасению. К одной женщине ходят отец и сын, без чести мое святое имя. Это окончание стиха седьмого. Ну, не ясно, что тут имеется в виду точно, но, наверное, имеется в виду наверняка описание какой-то высшей меры нравственной нечуткости, которая характерно оказывается для израильского общества. И вот эта вот нравственная глухота, какой-то дальтонизм, неумение различать оттенки, уместное и неуместное, и это вот все выражается в этом окончании стиха седьмого. К одной женщине ходят отец и сын, без чести мое святое имя. Возможно, тут имеется в виду простой разврат, да, вот, ну, общая у них наложница, да, и у отца, и у сына. Возможно, имеется в виду посещаемая обоими этими мужчинами храмовая проститутка-служительница, такие тоже были в языческих традициях институты. И тут, конечно же, наряду с этикой присоединяется еще нарушение очень важных религиозных правил предписаний. Конечно же, для почитания Бога Израилева никакие храмовые блудницы не нужны. Это все претит, противоречит духу Бога Библии, духу библейского монотеизма. Но при всем при этом, конечно же, независимо от того, кому они ходят, можно увидеть во всем этом высшую степень уважения к человеку, а именно к рабыне. Потому что, конечно же, в этом случае, в этой ситуации рабыня, наложница, человек используется как просто инструмент по утешению, по утолению своих страстей. И все это порабощение человека своим страстям, своим, понимаете, нуждам низменам, это все, как написано в стихе седьмом, бесчестит имя святое Божье, мое святое имя. У жертвенников возлежат на изъятых с долги покрывалах, в храме у себя пьют вино, уплаченный кем-то штраф. Религиозность за чей-то счет описывается здесь. Вы посвящаете Богу, и вы в храм приносите то, что у кого-то отобрали, ваши покрывала, они были чьи-то, чьими-то, они, может быть, покрывали детей, подростков, стариков в другой семье, но вот ваша система, система пропащения, эксплуатации делает неизбежным то, что однажды покрывала, эти оказываются в ваших руках. И вы, люди богатые и религиозные, несете их в храм, в святилище, в храм, и там вот устраиваете попойки, потребляя вино, купленное на сумму, за стоимость чьего-то штрафа. Опять же, ваше богопочитание, ваши праздники, они происходят за чей-то счет, за счет бедняка, кого вы не слышите, но чьи вопли доходят до небес, доходят за самого Бога. А потом начинается рассказ о том, что было в истории Бога Израиля прежде, о том, что Бог сделал уже для своего народа, как попытка, ну что ли, разжалобить Израиль, размягчить его жесткое, коварное, самолюбивое сердце, и после этого будет уже идти речь о том, что Бог взывает на суд, и то, в чем этот суд будет выражаться, суд по отношению к Израилю. Итак, мы читаем стих 9. «А я, это слава Бога, истребил ради вас амореев, высоких как кедр и могучих как дуб, истребил от верхушки до корня». То есть Бог рассказывает, что ради вас, ради того, чтобы вы жили здесь и занимались этими нехорошими вещами, я, получается, ради этого сделал немалое, я прогнал место населения, людей могучих, людей сильных, чтобы вам эту землю, эту Палестину, этот Ханаан, как дар, как подарок преподнести. Вот, я для вас сделал это. И в этом стихе, стихе 9, мы находим какую-то историософию, что ли, находящуюся в Библии. Почему Бог убирает народа одни, приводит народы другие, а вот почему. Потому что, например, у Бога есть свои народы, и чтобы народ свой поместить, нужно кого-то подвинуть, кого-то нужно убрать. А еще потому, что у каждого народа есть своя мера, мера заслуг и мера преступления, грехопадения, беззакония. И когда мера беззакония переполнена, тогда Бог включает режим правосудия, справедливости, и тогда народу оказывается не сладко. Читаем дальше. А я, это слава Богу, все еще, из Египта вас вывел, 40 лет по пустыне вводил, чтобы отдать вам страну Амареев. Память об исходе, память о том, что однажды вы были рабами, и Бог даровал вам свободу. Здесь эта память, эта информация, приводится как перечень того, что Бог однажды сделал для своего народа, и почему они должны его помнить и его слышать. «Ваших сыновей я делал пророками, ваших юношей назареями, не так ли, израильтяне?» говорит Господь. И вот высшая форма взаимоотношений, дарование откровения. Бог разговаривает со своим народом, не какими-то ситуациями в истории, не какими-то, может быть, громом, или какими-то догадками, которые есть в этом народе. Бог разговаривает с народом через специальных людей. Тут имеется в виду указанные пророки и назареи. «Вам даровано откровение, и откровение есть высшая форма доверия между Богом и людьми, потому что Бог або кому себя не спешит открыть. Но вы делаете нечто совершенно неуместное в этой связи и порочное. Но вы назареев поили вином пророкам велели умолкнуть. То есть вы винованы в том, что вы разлагаете институты, вы требуете, заставляете, соблазняете назареев, которые не имели права напиваться, пить алкоголь, пить вино и прочие напитки. Вы заставляете их напиваться, вы их спаиваете, вы разлагаете божественные институты, божественные установления. Это касается и пророков. Их служение в том, чтобы говорить, а вы приказываете им умолкнуть, приказываете посредством угроз, насилия, казней и расправ. И вот скоро я сделаю вам это. И вот начинается большой перечень таких образов и метафор этого наказания. Как набитый снопами воз, вы застрянете и не с места, и быстрый бежать не сумеет, и сильного бодрость покинет, и мужественный не спасется, не выстоит лучник, не убежит быстроногий, не спасется всадник, в тот день самый смелый воин пустится на утек голым, говорит Господь. И вот в этом ярком описании того, что ждет в дальнейшем Израиль, это, конечно же, описывается то, что вы раньше, полагаясь на свою силу, на свое могущество, на свои крепости, на свои замки, на свои войска, на свои колесица, на своих лучников, вы окажетесь как бегущий на утек голым прежде смелый воин. Вот так будет с вами. Ваши силы несопоставимы силами завоевателей, ассирийцев, и вас ждет завоевание, и вас ждет расправа. Дорогие друзья, оканчивается глава 2 книги пророка Амоса, и то, что начиналось раньше, как какое-то узкое евреецентричное осуждение окружающих народов, сейчас оказывается сведением о том, что Бог есть Бог всех народов, всех стран и всех земель, и у Бога есть справедливый, равный суд, адекватный суд по отношению ко всем окружающим народам, и у Него нет любимчиков в плохом смысле этого слова, нет тех, у кого есть право нарушать принципы человеколюбия и принципы правосудия и принципы чьей-то свободы, раз это происходит у вас, о дорогая Иудея, о дорогой Израиль, то и вас тоже ждет наказание, об этом сообщает нам глава 2 книги пророка Амоса, с вами общается священник Алексей Волочков, портал экзегет.ру спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...